МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комары не кусают? Вообще кусают. Мухи и комары там все кусают. Отжался. Принял. Отжался. Быстрее немножко рабочим. 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, сейчас закончим. Раз в год на Чегиринском водохранилище в Быховском районе приезжает 100 детей, объединенное одной целью – стать чемпионами. В этом спортивном лагере их учат быть сильными, а также решать любые жизненные вопросы. Наш специальный репортаж с территории чемпионов. Идет подготовка к тренировке. Несмотря на летний солнцепек, здесь, в Сосновом лесу, костер не только место, вокруг которого собираются ученики, но и источник тепла. На вторую смену летнего спортивного лагеря приехали мальчишки и девчонки из Минска, Могилёва и Санкт-Петербурга. Приезжаем в девятый год. Мне здесь очень нравится атмосфера, во-первых, дружеская, во-вторых, очень рабочая, атмосфера, в-третьих, очень творческая, в-третьих, сочетание дружба, работа и творчество. Атмосфера абсолютно демократическая. То есть тренировки можно всегда поменять, построить как надо. Ребята приезжают с самого разного уровня. Тут можно привезти сюда как и новичков, так и мастеров спорта, и чемпионы мира здесь бывают. И цели подготовки тоже очень разные бывают. Кто-то для кого-то здесь азы техники закладываются для новичков. Более серьезные ребята готовятся к серьезным каким-то соревнованиям. Ну, допустим, мои спортсмены сейчас готовятся. Здесь три спортсмена готовятся к чемпионату мира, который пройдет буквально в августе, в начале августа. Самая интенсивная тренировка дневная, а всего их три. Время на отдых минимально, и ученики стараются использовать его с пользой. Поэтому, несмотря на то, что в лесу есть интернет и гаджеты у детей не забирают, виртуальная сеть в эти две недели, что длится смена, мало кого интересует. А как отдыхаете, чем занимаетесь? Ну, можно читать книжки, лежим, и возле костра. Свободное время, поскольку тренировки довольно сложные, мы отдыхаем, спим. Вот, иногда можем пойти там в футбол поиграть, у нас есть мячики, поле. Можем просто возле костра посидеть. В июле месяце эта поляна оживает. База отдыха превращается в тренажерный зал под открытым небом. Натяните, пожалуйста, красную ленту эту, видишь, вот по этой прямой, от дерева до дерева. В одну сторону прыжки из приседа, развернулся в другую ускорение. Прыжки из приседа, ускорение. Вот такая вот работа. Дмитрий Мельников, старший тренер, в лагере отвечает за все организационные вопросы. В середине нулевых годов решил спортивному лагерю быть. Даже не помню, как мы здесь оказались. Тут, наверное, порекомендовал, посоветовал. Вот первый заезд заехали, да, был 10 лет назад, и вот в этом году уже юбилейный. Ну и, скажем так, если 10 лет назад был простой шалаш стоял, там пара перчаток, там несколько человек, то сейчас уже такой ежегодный международный сбор, куда приезжают ребята, белорусы, россияне, как бы, и уровни, например, там и от малышей, как бы, и заканчивая чемпионами мира. Это все достаточно серьезно, как бы, уже целая инфраструктура, целый такой реальный тайский кэмп, почему мы называем его маленький Таиланд, то есть все практически как в Таиланде. Ребята живут здесь, кушают, спят, тренируются, убирают, сами себя, как говорится, обслуживают, то есть занимаются какими-то хозяйственными работами, но опять же тренируются, тренируются, тренируются. То есть такой вот тайский кэмп. Чтобы попасть в летний спортивный лагерь, надо заниматься тайским боксом. На второй смене здесь 50 мальчишек и девчонок, и все они воспитанники тех или иных клубов. Вообще некоторые первый раз, по большому счету, приехали, особенно дети, они там лес увидели, увидели, что можно жить в таких вот домиках, можно как-то не в душу мыться, а речку сходить помыться. Для них это чудо. Некоторые в этом году первый раз покупались в речке. Ну вот лето, сами понимаете, как оно, но не в этом дело. Они вообще вдруг узнали для себя, что можно жить, можно купаться, а не в душе. Можно в туалет ходить, который не очень такой цивилизованный. И для них это вообще не для них экзотика. То, что для наших предков было естественно и нормально, для себя стало экзотикой. Неожиданно. Сюда приезжаешь в первый год? Ну да, я до этого только брата провожала. Как тебе здесь? Прикольно. Что делаете? Ну, в основном бегаем и тренируемся. Старшие убегают вдаль. Дневная дистанция уже привычна. 10, а порой и 20 километров. Самые маленькие участники смены наматывают в круге по территории лагеря. Ещё быстрее. Ой, мать. Это фрагмент из фильма «Кикбоксер». В начале 90-х восточным единоборством учились по голливудским фильмам. Об этом вспоминают тренеры чемпионов. Сами некогда участники соревнований. И примеры для тех, кто сегодня приходит заниматься восточными единоборствами. Наш клуб – это не кружок, не секс, это именно клуб, именно клуб «Тайского бокса». А, наверное, все клубы «Тайского бокса» в Беларуси, они все заточены на результат. То есть нам интересно выращивать чемпионов мира. Ну, и, как бы, это не просто слова, да, то есть, как в другом виде спорта. Мы мечтаем подготовить чемпионов мира. И вот эта мечта, она может, как бы, оставаться мечтой. Нет, то есть все, пожалуйста, в зале висят фотографии наших ребят, которые являют чемпионами мира, чемпионами Европы, там, серьезными профессиональными бойцами. То есть это, как бы, реальность. Пацаны, девчонки приходят, смотрят. То есть, если смогли эти, почему не сможем мы? То есть все просто. В летний лагерь уже 10 лет приезжают сильнейшие атлеты. Среди них и Людмила Числова. Она тренируется вместе с детьми. Для них это легенда и пример для подражания. Вес ее драгоценного металла уже давно можно считать не единицами, а килограммами. Более 10 лет в ринге. Вообще, просто решила попробовать проверить себя на прочность, на характер, смогу ли я заниматься вообще таким видом спорта. Я, как бы, мамина дочка, все время, как бы, самая последняя. У меня три брата и сестра, они все время меня защищали, а я все время возле мамы была. Как бы, приехала учиться и решила, что нужно что-то попробовать, вообще, смогу ли я это. У Люды получилось. Уже через год она поехала на свой первый чемпионат мира и стала там бронзовым призером. Дальше – больше. Когда начинаешь заниматься таким видом спорта, по-другому никак. Ставишь себя на высшие цели, потому что бывали, конечно, проигрыши. А проигрыши такие бывали, что потом начинаешь сильно загоняться, анализировать, почему так произошло, почему проиграл. Как бы хотелось, чтобы постоянно выигрывать, но не всегда так получается. Побед много не бывает, говорит Люда, и продолжает выходить на ринг. Хотелось, именно когда готовилась на чемпионат мира, стать первой. Может быть, если бы стала первой, немножко потихонечку бы стала, наверное, уже больше на тренерскую, хотя я так тренирую, именно больше на тренерскую работу зациклиться, как бы больше. Хотелось потихонечку уже делать ноги. Но домашний чемпионат мира внес коррективы. Люда стала серебряным призером и решила не вешать перчатки на гвоздь, а попытаться стать все-таки первой на следующем планетарном форуме. Будем ждать. Что стимулирует? Иногда вообще не хочется. Хочется просто лечь, забудьте про меня, сесть в уголок, забиться, не трогайте. Цель. Ты знаешь, что ты идешь другого пути, как бы нету, сфилонить. Ты знаешь, что если ты начинаешь сфилонить, ты просто двигаешься назад. Каждый день заставляешь себя. Иногда просто бывает легко, потому что ты знаешь, у тебя есть цель. Ты без этого уже не можешь, да, как бы, потому что не потренируешься, уже начинает, неделю не потренируешься, уже все, у тебя неудобно, у тебя что-то болит, как бы, потом в парах тяжело стоять. Как бы цель – идти вперед, двигаться, совершенствоваться, идти к своей цели. А тем временем с пробежки возвращается старшая группа. Кажется, они совсем не устали. Далее их ждут спарринги. Для этих целей прямо в лесу, посередине лагеря, установили ринг. Но перед тем, как на него взойти, 30 отжиманий и никаких возрастных ограничений. Второй максимальный оттенок удары и тайская манера. Что дает балл в тайском боксе? Кик. Самая главная тема, да. Защита, защита, кик. Нужна музыка. Прыжковые колени. Один держит, второй бед, поочередно, понеслась. Пока идет тренировка, на кухне готовят обед. На мне лежит вся продовольственная безопасность наших бойцов. Вся пища готовится в походных условиях. Все на костре. Абсолютно. Первое, второе. В промышленном способе. Цегивает. Каждый день у нас создается меню. Расписывается питание на день. Завтрак, обед, ужин. Питание не повторяется. Постоянно у нас разное. Помогают на кухне и ребята. Дежурят, как они говорят, домиками, в которых, кстати, сплошной минимализм. Ну, здесь точно не как дома, да? Ну, да. Чем отличается? Чем нравится, не нравится? Ну, кровати здесь довольно удобные. Правда, иногда бывают холодные ночи, поскольку отопления тут нет. Бывает холодно. Хотя в спальнике не так холодно, как под одеялом. Вот, кровати здесь очень удобные, матрасы прилагаются. Ну, а раз так, то почему и не пожить две недели вдали от цивилизации, погрузившись в тренировочный процесс? Я уже здесь третий год. Мне нравится сюда приезжать. Первый год, получается, у меня был начальный. Я сюда приехал, ну, как турист, получается. Ну, меньше тренировался, там, больше отдыхал. Второй год, ну, я уже как бы осваивался, но тоже симулял немного. Третий год приехал, получается, неделю мне не получилось раньше приехать. Вот сейчас попал на вторую смену. Нравится лес, природа. Ну, не то, что в городе, там, повседневная эта жизнь, машины, блин, ездят. Ну, невозможно потренироваться. А так, каждое утро пробежка, там, разминка, потом купаться, кушать. И так, ну, три раза в день. Чтобы побеждать, надо тренироваться. Вы ставите цель и двигаетесь к ней. Все просто. Ты тут тренируешься три раза в день, как бы, в режиме, в определенном работаешь. И только делаешь, в основном, ну, почти три функции. Только тренируешься, ешь, спишь. Ну, и потому получается, что кто здесь вообще занимался, становится, ну, реально, чемпионами мира, там, на профессиональных, так сказать, рингах, становится, ну, реальными, крутыми бойцами. Вообще, как бы, чтобы развить именно все специфические качества именно у человека, как бы, ему нужно отдаляться больше от зоны комфорта, как бы. Комфорт, отсутствие комфорта, оно очень даже здорово, положительно влияет на подготовку, что открываются какие-то новые возможности человека, появляется то, чего не хватает. Это именно такой какой-то образ жизни, как наши предки жили. И нам этого в жизни, в сытой жизни, нам этого действительно не хватает. И отсюда могут рождаться хорошие спортивные результаты. То есть, когда мы возвращаемся хотя бы чуточку к своим корням, к истокам своим, да, такой, то может получиться именно набраться такой какой-то брутальности. И очень здорово это работает. Потом в году, кто съездил сюда в лагерь, я говорю, 9-й год приезжаю, кто съездил здесь, отбыл в лагерь, кто выдержал все эти испытания, тут очень здорово в этом году. Трудцы выступают на более высоком уровне, чем те, кто не был. Это замечено уже, конечно. Все виды единоборств берут начало с древних времен. Тогда, благодаря умению вести бой, защищали свои семьи. В наше время сражения стали видами спорта. Один из них белорусы переняли у тайцев и стали успешно развивать. Те, кто прошел территорию чемпионов в лесном лагере на Щегиринском водохранилище, обязательно побеждают и в настоящем ринге, и в жизни. Учитесь быть сильными, и если дух крепок, тело выдержит все. Субтитры сделал DimaTorzok